Всем добра и безопасная, комфортная среда обитания. Прежде всего, с вами Виктор Балеевич Сухофрукт, собственно, 7-я Красноармейская, дом 10. Город над Вольной Невой, блудочная, стилеймонизировочная. Собственно, находимся мы здесь не просто так. Жизнь коротка, жизнь скоротечна. Могут случиться разного рода обстоятельства, благодаря которым можно не успеть сделать то, что вы планировали. Поэтому сегодня мы будем выполнять в жизни свои смелые сексуальные фантазии относительно чайных грибов. Теперь изменение влажных новостей. Помимо того, что я болею, я подхватил какое-то говно в Турции. Вот, чувствую себя просто пиздой. Ехал между двумя турками, которые, блядь, совершенно нахуй не умеют закрывать. Ебальники, когда кашляют и чихают. Отвратительная черта характера, нахуй. И у них как будто она присутствует у всех. Все это в совокупности наложилось, короче. И я, наверное, не припомню, чтобы у меня был такой период такого хуевого самочувствия. И чтобы я так долго не тренировался. Наверное, вот в прошлый коронавирус такое было. Сейчас то же самое, поэтому ролики разговорно пиздящие, пока не тренируемся. Короче, чайные грибы. Это лайв-канал, и вы наверняка видели здесь целая вереница видосов про чайные грибы. То есть вот прямо от самого начала и вот до сегодняшних дней. Не так давно я снимал видеоролик, как поживает мой чайный гриб, Владюшка в Москве. Теперь чайные грибы у нас будут жить в блудочной. Планирую эту хуйню поставить на такую бизнес-путок, или как это назвать. Ну, типа, чтобы можно было его ферментировать в бутылке и раздавать, или там, допустим, не знаю, продавать стаканами, короче, вот. Но для того, чтобы это запустить, нужно сначала их посадить и сделать. Всех горячо приветствую. В очередной раз хочу вам напомнить о своих друзьях и партнерах компании Amonita.club. Amonita.club – это компания, которая производит пищевые добавки для вашего здоровья на основе лечебных грибов. Моими любимыми являются мухоморы и ежовик грибенчатый. Это, наверное, две мои лидирующие добавки, которые я употребляю уже на протяжении двух-трех лет и заметил огромное количество позитивных изменений. Прежде всего, я обратил внимание на такую вещь, как улучшение сна, увеличение работоспособности, а также усидчивость и бодрость вашего мозга. Немножко разберем каждый из этих добавок. Как я уже сказал, мухомор – это то, что отвечает за ваш сон, за вашу работоспособность, за вашу стрессоустойчивость, снижение каких-то волнений и лишних переживаний. Ежовик грибенчатый – это такой растительный аналог мелдраната, я приблизительно так для себя его определил. Добавки очень хорошо сочетаются вот в таком дуэте, но еще лучше для бодрости мозга я бы порекомендовал мицелий, кардицепсово-вооруженного, который восстанавливает нейроны вашего головного мозга. Помимо всего прочего, у компании Amanita Club появилось 6 новых миксов, которые отвечают за разнообразные сферы вашей деятельности. Это мужское и женское здоровье, помощь в похудении, мозговая деятельность и активность, бодрость тела, собственно, и духа, и даже улучшение зрения. Поэтому каждый найдет что-то экологическое именно под своей целью. Более подробно о каждой добавке можно узнать по ссылочке в описании. Ну и также для моих подписчиков, приобретающих, приятная скидка по промокоду BLUT10. Затаривайтесь и будьте здоровы! Грибы чайные покупные. Я не стал везти с Москвы, решил завезти с маркетплейса, соответственно. Короче, тут два обычных гриба и один чайный гриб каркаде. Вы, блядь, прикиньте, существует чайный гриб каркаде. Мы начнем с трех чаев, потом, возможно, подсоединим винный. Мы, конечно же, не пьем, поэтому позовем Александра Винишковича раз на раз, потому что он любит иногда винца вдарить. Затестим на нем. Один гриб мы сделаем классический, классический под красный чай, под китайский красный чай, он же российский черный, который считается. Второй у нас чайный гриб будет под зеленый чай. То есть я прочитал, что обычный гриб, под который чайный, его можно заливать зеленым. У меня была попытка сделать это в Москве, но он не прижился, сдох и заплеснил. Каркаде, по сути, это вообще не чай. Это лепестки каких-то там цветений, каких-то кустов, то есть к чайной культуре это нихуя не имеет никакого отношения, прошу прощения. Тем не менее, чайный гриб из этой хуйни можно сделать. Итак, помимо чайного гриба, мы отправились в один большой магазин и приобрели следующее. Дешевый черный чай, он же красный. Дешевый зеленый чай, он же зеленый. И дешевый каркаде, который не чай, но типа красный чай. Сахару 5 кило. И вот такие вот обаятельные миски с письками. Вот, собственно, наша задача сегодня будет сделать 3 чайных поляны, которые, я надеюсь, у нас приживутся, разрастутся и будут нормально функционировать. После того, как они разрастутся, мы будем давать, помимо наших эротических фантазий, еще и волю нашего смелым эксперимента, мы будем, короче, пробовать отслаивать их, разращивать и пробовать, допустим, сделать на пуэре. И делать на каком-нибудь дорогом китайском чае, то есть, ну, будем экспериментировать и также можно еще, наверное, за какую-нибудь денежку или в подарок его давать, кто у нас в бутшопе отоваривается. Короче, вот такая вот грибная, нахуй, бизнес-идея. Я сегодня не один, у меня в ассистентах сегодня вектор А, да, вскрытие паучий вектор А, короче, он будет сегодня чуть-чуть помогать, потому что мне с одной рукой болезненным тяжело. Ну и как бы вообще вот просто, чтобы повеселее было. Давайте посмотрим грибочки для начала, да? Бля, откуда у вас такие шмотки классные, пиздец, вообще просто стиль ебнутый. Седьмая красноармейская, дом 10, блудшоп, ссылка в описании, куркот на экране. А вы чайный гриб вообще в Москве, да? Да, я в Москве первый раз попробовал. Первый раз? Да. Ну как вам? Вкусный, мне понравился. На самом деле сейчас на них вообще бум, то есть спортсмены очень много его пьют и хлещут, то есть это типа сейчас модно, поэтому мы будем как бы, не то что следует тенденциям моды, просто... Мне кажется, это после вас и пошло. Да. Так что это типа не следование моды, это создание на хуе. Вообще, наверное, все новое, это хорошо забытое старое, да, потому что это же как веки альтернативной медицины, что было в Советском Союзе. Да, на самом деле про чайный гриб много, ну я в каждом видосе рассказывал много всякой информации про него, я не думаю, что есть смысл повторять. В целом, короче, из того какого прикольного, то что чайный гриб это не единый организм, это два организма в симбиозе, медуза, мицелла и как он там, и что-то еще, короче. Короче, они в симбиозе живут, получается, это хуйня. Как его, блядь, вырастили, как догадались его, блядь, заправлять нахуй сладким чаем, а потом еще и пить. Выглядит он жутко, но в нем есть что-то притягательно обворожительное, потому что его пьет с удовольствием даже моя доча, потому что, ну, она довольно такая, типа, ну, каких-то осьминогов или еще какую-то хуйню она есть не будет. Она, типа, да, но гриб, он еще хуже выглядит, но она говорит, что это медуза, и она его пьет, и, типа, любит такая, типа, медуза, медуза, можно кислую медузу. Оооо, пизда, посмотри, такой винишкович. Так как грибы у нас, ну, которые московские у нас в ладюшке получаются, мне кажется, вот это можно сказать, что это Влад Цепиш, потому что он такой кровавый, блядь. Короче, мы подумаем еще над названиями, но прикольно. По поводу, кстати, интересного, могу вам сказать, что чайный гриб можно заправлять не только сладким чаем с сахаром, но еще и сладким чаем с медом. Мед на чайный гриб действует как стероиды, он разрастается просто пизда, то есть он просто вот в такого нахуй геркулеса превращается, вот так банку, блядь, раздвигает, там множится просто сумасшедшими скоростями. Можете попробовать, прикольно получается. По сути, чайный гриб в большей степени питается за счет сахара, а не за счет чая, то есть чай это, мне кажется, дает ему какой-то, наверное, вкус, цвет. По поводу того, как грибы, вот эти вот все произошли. Тибетский молочный гриб получается за счет какой-то естественной эволюции и прогресса. Получилось так, что некоторые бактерии, которые есть фактически в любой среде, в молочной, в чайной, просто в воде, где-то еще, они как раз-таки создали симбиот, там это тоже из нескольких видов бактерий. И именно яковое молоко, оно начало как бы само прокисать таким образом, и появляться стали эти грибы. И как раз-таки жители Тибета, они начали всю эту хуйню использовать, и грибы эти возделывают. Ну, в принципе, как там, например, опара для хлеба, она тоже, ну, произошла нечаянно. Поэтому вот в деревнях, если кто-то жил, опара хранится всегда в баночке, и там есть, ну, некоторое количество незыблемое, так сказать, которые выращивают, и оно вот там десятками, а может быть, даже там сотнями лет поддерживается. Ну, по крайней мере, у меня, у бабушки было так. Короче, у гриба, у него есть верх и низ. И, по сути, если его положить неправильно, типа, кверх ногами, он сдохнет. Сука, а он как будто одинаковый тут. Он что тут, что тут, блядь. Беленький и гладенький. Я предлагаю начать с классического чая в качестве разминки, потому что это будет довольно просто и уже, как бы, относительно понятно. Короче, первый раз, когда я делал чайный гриб, я его убил, потому что я любитель крепкого чая, и я подумал, что мой гриб тоже по умолчанию, даже маленький, уже должен любить крепкий чай. И поэтому я его убил вот этими дебильными-дубильными веществами. Короче, изначально для того, чтобы не зафоршматить чайный гриб, чаек должен быть вообще едва-едва такой, знаете, вот прям такой, моча молодого поросенка, его бабушки обычно называют. Для этого приблизительно нужно насыпать где-то чайную ложечку, литр-полтора, где-то так. Берем сначала укропу, потом кошачью жопу. 25 картошек, 17 мандавошек. Ведро воды и хуй дуды. Охапку дров и плов готов. У нас произошла реки ручка. Тот ублюдочный чай мы, короче, забраковали. Поэтому мы берем озер-чай, скидываем его. Но начать с классического чая в качестве разминки, потому что это будет довольно просто и уже как бы относительно понятно. Будем надеяться, что хотя бы он цвет даст. На самом деле, озер-чай, наверное, один из самых приличных, если брать вот какие-то магазины. Ну, если брать именно чай вот листовой, он, наверное, такой плюс-минус, который можно употреблять. 5 ложек сахара выкинули нахуй. Просто смыли в туалет, блядь. Ну, не, вроде дает цвет. Этот уже получше. Пользуясь случаем, хочется поблагодарить бренд спортивного питания отечественного производства Big S&T за поддержку выпуска контента на данном канале. Ну, и также поддержку физического и косметологического здоровья. Big S&T обладает огромной линейкой различных вкусов и добавок. Все необходимое для жизнедеятельности спортсмена присутствует. Протеины, гейнеры, креатины, л-карнитины, бикагага пампы, витамины, рыбий жир и многое-многое другое. Также они есть на Валберес. Проходите по ссылочке в описании, либо по кьюр-ходу на экране. Становитесь здоровыми и красивыми, как мы. Благодарю за внимание. Смотрим видео дальше. Короче, Полиночка сейчас подошла и сказала, что она вот такую вот кастрюльку еще брала для чайного гриба. Поэтому, дабы не терять времени, мы сейчас возьмем и сделаем сразу второй. Коркадем. Ебать! Он такой крупный. Как вы назвали, что там? Это чайная суданская роза. То есть, это прямо лепестки розы. Короче, да, это когда кусты цветут, типа такие розовые. На них это самое. Кусь-кусь вайдами попробуйте похрустеть. Она такая интересная. Нормально? Ее с чаем можно есть. Ну, вообще, да. Эту хироту, кстати, часто используют в приготовлении всяких коктейлей. То есть, ну, как бы, по сути, это не является чаем. Вообще, это типа чайный напиток. У нас почему-то это считается красным чаем. Сложно будет, на самом деле, отмерить, сколько нужно будет накинуть. Но, ладно, давайте ложку возьмем опять. О, смотрите, видно прямо, как от нее эти самые краснота расчехляются, да? О, замешиваем это все. Они сейчас еще там раздадутся, раздуплятся. В чем прикол крокодей? В том, что вот эти штуки можно жевать и есть. Они очень вкусные. То есть, они когда размокают, вы сейчас сухую сточили, она неплохая была. Когда она разбухленная, она прям такая вообще, как это самое. Как будто какую-то компотную штуку съедаешь вкусно. Хорошой. Закрывай дверь. Небольшие спойлеры. Охуенные, да? Сам в охуе. Вот это так вообще пиздец. Погубин какой-то прям. Тоже еще один спойлер. Я думаю, к моменту, когда этот видос выйдет, чайные студии уже будут работать. Хе-хе-хе. Ага, поверил. Ну и бредятина. Все. И можно будет ознакомиться с ассортиментом того, что они предлагают. Осуществить чайную церемонию. Ну и все, собственно, в этом духе. Осталось поправиться. Дело за малым. Казалось бы, что могло пойти не так. Я хуй знаю даже. Я до сих пор не могу сказать, что пошло не так, блядь. Типа, как это, почему, блядь, это произошло нахуй. Так, ну что. Помимо того, что тут грибочек, тут еще и кислая среда. У меня ни с чем хорошим слово кислый дир не ассоциируется вообще, блядь. Уже будет свободен. Просто, блядь, потеря. Ну вроде даже правильно его кинули. Видите пленка сверху? Вот по-правильному она должна расчехлиться и как бы тонким слоем образоваться на поверхности чая. Интересно, кстати. Блядь. Настораживающе не очень. Так, ну что, давайте запакуем его. Ой, красивый какой. Что-то штука у нас. Такой старец сразу, да, мудрый такой, типа в хайратнике. Мы сегодня такого в столовой видели. Старобряческий дед залетел такой у него на голове хайратник, борода. То есть это сразу такой, типа, мудрый гриб. Давайте этого пока туда. Ну, учитывая, что они помирают из-за ультрафиолета. Это солнце. И он начинает там выделять всякие хуевины свои. Наверное, нам их лучше поставить где-то в темное место, где никто не будет мешать, чтобы их не будет трогаться. Дело к ночи, как говорится. Самая для меня страшная, капризная и непонятная заварка зеленого чая. То есть я, в принципе, вообще не являюсь фанатом зеленого чая, от слова совсем. И мой опыт заварки, селекции гриба под зеленым чаем не уменьшался успехом. То есть он погиб. Я хуй знаю, что получится, но будем долбить до талого. Пока не сделаем, блядь, будем делать. Зеленый чай. Традиционный. Номер 95. Я не знаю, что это значит. Я его еще тоже хуй пойми, заварился, не заварился. Он же зеленый, да? То есть он такой едва-едва будет. Я думаю, что его можно хлопнуть пару минут. Я пытался все делать аккуратно. Тяжело, пиздец, я себя очень хуй его чувствую. Видно, да, наверное, я такой просто вмазанный. Да. Ну, прикольно, посмотрите вот в таком виде. Вскрытий. Я буду аккуратнее. Ну, я шуточка. Be gentle. Клубника просто, махнет. То мед, то клубника. Плюс лайк. Веблый. Махнет? Конечно. Она мне что-то напоминает уже. Еще и сладенько. Мясо. Бодрая хуйня, да? Вкуснячим. Плохо. Короче, если они погибнут. Мы без видео, нахуй, добываем еще грибы, блядь. Захуячиваем их. И потом уже, как бы, де-факто вам показываем, что получилось. Это лотерея. Не всегда это может быть, как бы, так вот. С первого раза легко. Так, ну что? Наше видео приближается к логическому завершению. Зеленый чай. Самый для меня неизведанный. Да, он даже выглядит убого. Как будто просто напердели, блядь, лужу, нахуй, какую-то болотную. Просто мутная. Азок так срет в ванной. Да, вы видишь, да? Ну, вообще, чай, кстати, ну, нужно отдать должное. Ну, типа, лист, нахуй, то есть, типа. Нихуя себе. Он сейчас температуры тела. Температуры тела это много. Должна быть комнатная. Сейчас рука застроенит. Нормально. Это не температура тела. Да, ёб твою мать. Бля, эти наибки угарные грибные, пиздец, выглядит очень мило. Так, хайратник одеваем. Мне не нравится, что у нас два одинакового. Какой будем отличать по цвету? Зеленый. Гражданин. Синьор красный. Сар черный. Я хуй знаю, как у нас получилось, что красного больше всего, как будто это кажется. Бля, ну симпатично выглядит. Пока что все симпатично. То есть, вот так вот. Можно даже сейчас подсветить их. Так, ну что, родные мои. Собственно, вот так вот наша молекулярная кухня осуществилась. То есть, вот три гриба. Постараемся их вырастить, чтобы они не сдохли. Ну, как бы я говорил, если сдохну, то как бы мы произведем замену. Короче, по мере того, как они созреют, будем вас информировать. Ну и после того, как проинформируем, уже непосредственно, наверное, запустим их как бы на поток. В перспективе нам нужны будут большие емкости. Вот поэтому стеклодуйные заводы, которые желают интеграцию, пишите. Закажем громадные бочки по 50 литров. Будем, короче, в них делать чайные грибы. Все. Благодарю за внимание. Большая благодарность. Скрыть ее паучью. Подписывайтесь на канал, въебывайте лайки, пишите комментарии. Потому что думеры и 30-летние плюс вот эти вот мужики, вот эта вот аудитория, они нихуя не лайкают, нихуя не комментируют. Только молча смотрят и съебывают, потому что им уже на все похуй, ничего не хочется. Пишите, предлагайте грибные имена, чтобы, короче, мы это самое как-то называли, какие-то свои идеи. Свой опыт про грибы, пишите свои истории. То есть, я знаю, что много одиноких людей, которым охота попиздеть. Пишите в комментариях пиздатые истории про грибы. Вот читайте, то есть тоже, возможно, найдете какого-нибудь друга или какую-нибудь бабу, поженитесь нахуй, детей нарожайте. Короче, дом будет полная чаша нахуй. Все, спасибо. Пользуясь случаем, хотелось бы пригласить вас в свой уютненький телеграм-канал. Конечно же, для начала вы должны пройти по ссылке и подписаться, разумеется, после того, как посмотрите первый видос. Выход новых видяшек. Если вдруг у меня случится радикулить жопу, вы узнаете об этом первым. Ну и, конечно же, если я дам горячего наивка Александру Корягину, вы тоже увидите кружок первый. Также к телеграм-каналу присоединена попи***шная. То есть это своего рода чат, кружочек по интересу, где самые объявленные мои подписчики камни, которые чтут атмосферу, понимают мимологию, обсуждают, дружат, делятся своими тренировками, нюансами, возможно, какими-то событиями. Ну и, конечно же, отменная локальная мимология. Сами х***ки, пи***хаханьки, картиночки, гидяшечки. Все то, что вы так любите, у нас в группе орудует профессиональный мимолог в 50-м поколении, который никого не оставит равнодушным и поднимет вам настроение.